Сегодня видео, друзья, как организовать себе день за 5 минут. Первый ключ к тому, чтобы организовать свой день – это дать себе окошко, выделить время для того, чтобы запланировать свой день. Все начинается с того, чтобы выполнять свой МНР – мозговую необходимую рутину. Это те задачи, которые должны быть выполнены в самом начале вашего дня, чтобы у вас получилось продуктивное утро. Итак, ваши мозговые рутины, сколько времени они занимают и как долго вам ими заниматься, все зависит от вас. Лично мне нравится начинать свое утро с пробежки. Затем я провожу еще больше времени в зале, но быстрая пробежка занимает 20-25 минут. Так что утром есть еще парочка МНР-задач, которые я выполняю. Я раскладываю посуду, запускаю стирку и завариваю кофе для себя и моей жены, а также тренирую мозг, слушая аудиокниги. Итак, я только что вернулся с пробежки, чувствую себя отлично, и у меня есть 5 минут, чтобы запланировать свой день. Я выписываю все мысли, которые крутятся у меня в голове и которые отвлекали бы меня в течение дня от того, что мне надо сделать. Поэтому я их планирую. Давайте поговорим об инструментах, которые нужны, чтобы запланировать свой день. Первым делом вам потребуется карандаш или ручка. Затем вам потребуется что-то, на чем писать. Подойдет самый простой блокнот. Ну или можно что-то более роскошное. Блокнот подороже. Ну или можно пользоваться простым листом А4. Можете забрать блокнот у детей и посмотреть, что они пишут Робин Гуд. Ну или можете купить себе профессиональный ежедневник. Но с ними стоит быть настоража. Как бы они помогают вам организовать свой день, но вам может совсем не подходить то, как они это делают. У нас все есть, теперь время. Я потрачу 3 минуты на матрицу приоритетов. Итак, господа, тут происходит вся магия. Матрица приоритетов. Вам необходимо определить одно дело, которое, если будет завершено сегодня, то ваш день можно считать успешным. Понятное дело, что у вас есть сотня задач, которые надо выполнить. Но суть в том, что вы можете успеть выполнить только некоторые из них. Поэтому матрица приоритетов поможет расставить все на свои места и показать вам на те задачи, на которых следует фокусировать внимание. Начнем с простого белого листа. Просто нарисуйте крест. Слева напишите срочно, справа несрочно. Слева сверху напишите важно, слева снизу не важно. Итак, у нас получилось 4 секции. Вам потребуется внести все, что вы хотите сегодня сделать в эти 4 секции. Но вот в чем прикол. Только одна задача может попасть в верхний левый угол. Для меня самая важная задача на сегодня, это снять видео, как организовать день за 5 минут. Бум, если я это сделаю, то мой день будет очень хорош. Далее у нас идут важные задачи, но которые не очень срочные. Если вы можете их сделать сегодня, отлично. Если нет, вы можете продолжить завтра. Для меня это забег в зону 51 20 сентября. Я буду практиковать свой бег Наруто. Но если честно, для меня в этой секции находится работа с моей командой. Со мной работают 15 человек. Благодаря им у меня получается выпускать все эти видео на моем канале. Развивать сайты, делать все инфографики. Работать с этими людьми и постоянно стремиться улучшать результаты. Это то, благодаря чему моя компания выросла за последние несколько лет. Хочу отметить, что все, что я только что говорил, это из секции важно. Их разделяет только срочность. Но суть в том, что важные, но не срочные задачи, они являются очень важными. Потому что в какой-то момент они могут стать срочными и вызовут очень много стресса. И это может произойти через неделю или вообще завтра. Поэтому, когда вы держите все под контролем, вы создаете подушки безопасности в своей жизни. А для этого вам надо научиться распознавать то, что срочно, но не является таким уж важным. Все эти письма у вас во входящих сообщениях, которые ждут ответа. Ну или, по крайней мере, вам не надо на них отвечать прямо сейчас. Их стоит откладывать на другую часть дня. Отвечать на звонки это очень важно, особенно если это от близких. Но вот что важно, перезванивать им лучше в конце дня, а не в начале, когда вы полны энергии и можете решать серьезные задачи. Отвечать на сообщения в ютюбе. Извините, друзья, я должен отнести это в эту категорию. Но я ставлю вам очень много сердечек. И наконец, неважные несрочные дела. Это то, что мы делаем просто, чтобы убить время. Признаюсь честно, что когда я говорю, что делаю исследование, сюда попадает и просматривание видео с котиками на ютюбе. Мне нравится смотреть видео, особенно там, где бегун с последнего места вырывается вперед и выигрывает забег. Да, мне нравится думать, что я делаю исследование на ютюбе, но нет, я просто убиваю время и прокрастинирую. Поздравляю, матрица приоритетов готова. Теперь давайте поглядим на то, что необходимо сделать и разобьем это на детали. Итак, на следующем листе мы выписываем все, что должно произойти в рамках одной большой задачи. Для меня это поиск информации для видео. Я выделяю на это один час. Я мог бы сделать быстрее, но по статистике у меня на это уходит около часа. Далее подготовка к съемке. Попасть в студию, проверить свет и камеры. 15 минут. Одеться и подготовить наряд. 15 минут. Прическа. Признаюсь, я на это трачу очень много времени. 90 минут. Ребята, это шутка. Далее съемки, в среднем это 60 минут. Далее загрузить видеоматериал для моего видеографа. Еще 15 минут. Далее я звоню своему видеографу, чтобы сказать о том, что видео уже у него и дать дополнительные инструкции. Ну и выделим еще полчаса на всякие непредвиденные звонки или сообщения, которые надо будет срочно решать. Итого, примерно 5 часов меня займет это дело. Следующее, что очень важно, это вычеркивать то, что уже сделано и отмечать прогресс. Все шаги, которые приближают вас к завершению задачи. То, что поможет нам ощущать работу в течение дня. Не знаю, как вы, но я обожаю вычеркивать пункты. Это дает мне чувство завершения задачи. Господа, это ключевое ощущение, которое помогает нам постоянно быть в фазе завершения начатых дел. О да, разве это не здорово? Рэнди Мачо Мэн. Довольно таки просто, да? Но вот в чем страшная правда. Большинство людей не планируют свой день. Они просто пускают свой день на самотек. И проблема в том, что часто они проводят очень много времени за тем, что не имеет значения. Помните о правиле Паретто? 20% усилий приносят 80% результата. Это истина как в жизни, так и в бизнесе. Какое видео смотреть дальше, рекомендую вот это. 11 правил успеха. Так что, если вам понравилось сегодняшнее видео, планировать день и завершать дела. Какие принципы следует применять, я рассказываю в этом видео.